Девушки отдыхают А не замерзнем? Будет жарко. Летим в Нинецкий автономный округ, в город Наринмар. Оттуда на снегоходах до ледовитого океана рукой подать. Почувствовать дыхание Арктики? Маршрут интересный. Из Красного города по белоснежной тундре к стойбищам кочевников. Через заполярные деревни на побережье Баренцева моря. Навстречу с вечной мерзлотой и горячим северным гостеприимством. Заманчиво. Высылай информацию. Будем осваивать маршрут. Нинецкий автономный округ – самый малонаселенный субъект Российской Федерации. Общей численностью 42 786 человек. Располагается на северо-восточной европейской равнины, за полярным кругом. Климат повсеместно субарктический. На крайнем севере, переходящий в Арктический. Округ омывается тремя морями Северного Ледовитого океана – Белым, Баренцевым и Карским. Главная река – Печора. На территорию округа сконцентрированы большие запасы нефти и газа. Традиционное занятие коренного населения – оленеводство, рыболовство, охотничий промысел. Наша команда – четверо друзей, объединенных страстью к путешествиям. Решение отправиться в Ненецкий автономный округ мы приняли по приглашению Влада, нашего давнего знакомого немца из Наринмара. Основными целями поездки при составлении маршрута были желание испытать себя в условиях арктического климата, проехать по бескрайним просторам тундры и познакомиться с ее жителями, увидеть Северный Ледовитый океан. Сборы оказались недолгими. Мы в Наринмаре. Единственный в округе город Наринмар, в переводе с ненецкого языка означает «красный город», основан в 1935 году. Расположен в низовье реки Печоры, 110 километрах от Баренцева моря. Добраться сюда можно самолетом, либо по железной дороге до станции Усинск, откуда по зимнику 380 километров, летом по реке, паромам или на катере. Количество населения Наринмара составляет почти половину всех жителей Ненецкого автономного округа – 23 тысячи человек. С первого дня пребывания в НАО мы решили вести видеодневник, кадры которого предлагаем вашему вниманию. В Наринмаре стояла солнечная зимняя погода, и после встречи с Владом и обсуждения деталей маршрута мы принялись за сборы. Все, что нам потребуется в пути, а это прежде всего топливо для снегоходов и необходимые запчасти, затем запас продуктов, спальные мешки, охотничьи и рыболовные принадлежности и прочие мелочи. Все это необходимо тщательно упаковать в снегоходные прицепы, так называемые волокуши. Здесь важна каждая мелочь, даже узлы на веревках, скрепляющих наш груз. Если хоть один из них развяжется по пути, придется остановиться всей колонне и собирать по тундре разлетевшиеся вещи, а это потерянное световое время. Одежда, необходимая для снегоходного путешествия, подбирается также с особой тщательностью, так как при средней скорости снегохода 70-80 км в час сила ветра усиливается в 3-4 раза. Поехали! Первая остановка – поселок Нельминнос, что в 60 километрах от Нейнмара. Здесь проживает около тысячи человек. Поселок считается национальным, так как большинство местных жителей – немцы. Образован Нельминнос в 1937 году как база оседлости первого ненецкого оленеводческого колхоза. Здесь базируются семейно-родовые общины с необычными для нашего слуха названиями – Сармик, Тапседа, Нерута, Апседа, Варк, Виту, Виндер. Основной вид деятельности которых – разведение оленей. На краю поселка нашу группу встретил оленевод из общины Виту – Огни Тундры – Ефим Прокопьевич Ваучейский. С ним мы отправились на стойбище оленей. Быстро мчится снегоход, особенно по снежной пустыне. И кажется, что ты паришь в бесконечном белом пространстве, словно птицы в облаках. И тут важно не потерять бдительность. Тундра все-таки не взлетно-посадочная полоса. Наконец-то добрались до стойбища. И сразу в чум – отогреться и перекусить. Здесь было натоплено и вкусно пахло бульоном, приготовленным на оленях ребрышках. Но сначала нам предложили попробовать строганину из мороженной оленины, которую по желанию можно обмакнуть в оленью кровь. Горячий бульончик с мороза пришелся весьма кстати. Вскоре мы согрелись, и как-то сам с собой начался разговор с Ефимом Прокопьевичем о житье-бытие оленеводов. Действие у нас прошло в тундре, у всех, наверное, кто работает здесь, в бригаде. На сообщение 8 человек, 1 член-работница и 7 пастухов. У нас сменный выпадок, 2 месяца в деревне живем, и 2 месяца в тундре работаем. По словам Ефима Прокопьевича, стадо в общине ВИТУ пока небольшое – порядка 600 оленей. Основная задача на ближайшие годы – увеличение маточного поголовья. А на вопрос, как живется в тундре, оленеводы с охотой отвечают. «Нормально живем? Утром встал, стадо проверил, и за травой поехал. По хозяйству, очень много времени идет. Трава, вода. На, ты пока заканчивай, заканчивай, а это все». Однако пора и нам в путь собираться. Впереди топседа. Пока мы разговаривали с оленеводами, наш друг Олег успел поохотиться на зайцев и даже одного добыл. Но в погоне за добычей так увлекся, что не заметил обрыва в речку. Еще бы немного и свалился вниз. Но все удачно закончилось. «Зубы! Газ в пол, ветки! Вот так вот! Азарт, уже ничего не соображаешь, уже как дурак!» Топседа – заброшенный поселок, расположенный в устье Колоколовской губы Поморского пролива Баренцева моря. В переводе с ненецкого «топседа» – песчаное место. Когда-то здесь располагался рыболовецкий участок, где производились заготовка и вывоз наваги самолетами и вертолетами в Наринмар и Архангельск. На топографических картах поселок Топседа обозначен как «нежилой». Однако это оказалось не совсем так. Кроме Александра Яковлевича, рыбака и охотника, который предоставил нам свой домик для ночлега, и, бывает, здесь нечасто, обнаружился местный абориген по имени Василий. Он пригласил нас к себе в гости на блины. Заодно поведал о своей судьбе. Давно вы живете здесь? Да, прежде всего. Наверное, с конца 80-х годов. Пропил. Ну, я уже сюда ходил не один год до этого. Работал Василий Алексеевич 20 лет назад на Наринмаре машинистом на дизельной электростанции. Пошатнула его жизненную и трудовую карьеру любовь к «Зеленому змею». Не смог Василий отказаться от пристрастия к алкоголю и лишился работы, жилья, товарищей, документов и бежал из города в уединенное место душу свою спасать. Ну, нормально все. Мне только здесь и хорошо. В городе мне тешно, кругом. А новости Вы читаете? Газеты какие-то? Ну, что привезут? Да? Что привезут? Да, девчонки что, расскажут мне. В этот раз, я думаю, они долго что-то не были. Ни Паша, ни Рома. Игорь приезжал. Находиться в долгом одиночестве Василию не приходится. Заезжают рыбаки, охотники, такие же, как мы, туристы. Сосед Александр, когда наведывается, продукты из города привозит. Оренину ненцы подкидывают. Консервы в запасе всегда имеются. Голодать не приходится. Слава Богу, рыбу ловить не разучился. Камбала, навага, бычки – все в полном ассортименте. И даже морской зверь попадается. Ага, а на жару готовится? Да, на жару жарю. Ну, это из мялочины. Вот, вот нет. Жильем у Василия Алексеевича теперь все замечательно. Хоть все комнаты в бараке занимай. Правоохранительными органами проблем нет. Новый документ исправил. А от прошлой жизни только комсомольский билет сохранился. Как говорится, чем богаты. Да и много ли человеку надо? Сам он гостеприимный хозяин. Здесь строители жили. Вот дома там, у Москвы на построили. Угу. Последние. Ну, охотики тут жили. И рыбаки. Такие построботники жили. Здесь продукты и рыба. Здесь, как сам себя. Раба, как я. Бензиновый, да? Работает все. Да. Мы покидали гостеприимную топседу. Василий вышел нас проводить и напоследок просил отныне всегда заезжать к нему в гости. А блинов мы и так и не попробовали. Наверное, к нерпичьему жиру, на котором они жарились, еще не привыкли. Да и время поджимало. Дальше наш путь лежит к острову Сенгейский, что на берегу Баренцева моря. Неужели скоро Северный Ледовитый океан увидим? Ветер начинал усиливаться, а так перемене погоды. Что-то он нам надоет. Посмотрим. Сенгейский остров в Баренцевом море между Поморским и Сенгейским проливами. Длиной 30 километров, шириной достигает 9. Этот низменный тундровый остров с мелководным заливом необитаем, труднодоступен и сильно удален от морских путей. Здесь водятся песцы и полярные куропатки. По весне на остров прилетают большими стаями гуси и утки. В прибрежных водах не счесть малоценной, с точки зрения местного населения, рыбы. Есть морской зверь. Мы на острове, который омывается водами Северного Ледовитого океана. Если внимательно вглядываться в снежную мглу, то можно обнаружить немало достопримечательностей на, казалось бы, пустынном клочке земли. Этот крест, установленный посреди тундры, служит грустным напоминанием о трагической судьбе одной ненецкой общины в годы Великой Отечественной войны. Это произошло в 1942 году. На берегу моря ненцы обнаружили бочку со спиртосодержащей жидкостью, которая отравилась. Четыре человека вместе с главой общины скончались. Происхождение бочки установить не удалось, но в средствах информации было сообщено, немецкие провокаторы ведут подрывную деятельность даже на территории ненецкого округа. И подробно была описана произошедшая трагедия. Пограничный столб, скорее всего, поставили туристы или охотники, которые нашли на территории одной из заброшенных воинских частей. Ну что ж, граница на замке, и нам спокойней. Могучие сопки также являются достопримечательностью острова. Почти вертикальные подъемы и спуски. Вот здесь снова стоит вспомнить о том, что человек не птица. Возле островной охотничьей базы «Восточная» мы обнаружили оленьи упряжки и оленеводческих собак, терпеливо ожидающих своих хозяев. Видно, давненько люди уехали куда-то на дно из упряжек и вернутся, скорее всего, к ночи. А мы пока попьем чаю и немного передохнем. Кстати, для нас заблаговременно припасли оленинку на строганинку. Мы уже к ней как-то даже привыкли. Далее наш путь лежит на метеостанцию. Морская гидрометеорологическая станция находится на мысу у входа в пролив Сенгейский со стороны материка в зоне тундры. А метеоплощадка оборудована в 300 метрах от моря. На месте расположения станции на глубине полутора метров от песчаной поверхности начинается слой вечной мерзлоты. На ночлег разместились у метеорологов. Благо, есть свободный домик, и мы никого не стесним. Поздним вечером разговаривали с женой начальника метеостанции, фокусовой Надеждой Владимировной. Я всю жизнь прожила, родилась и прожила в городе Арханске. У меня муж прожил из города Арханске. Мы городские люди. Но если честно, кто не побывал в тундре, он не знает, что такое это. Когда вы приезжаете в тундру, это такая спокойствие, миротворенность такая. Природа вообще-то неописуемая. И люди, самые главные люди хорошие. Девять лет живут и работают супруги Фокусовой на метеостанции «Сенгейский шар». За годы жизни здесь многое переосмыслили, изменили отношение к природе, к животному миру. Вот мы нашли себя в берегу, первый год, и смотрим, нервно, вымыл ее, куда-то ее подранило. И она лежит на берегу, но живая. И вот мы такую махину с мужем тащили ее обратно в море. Ну, карабана у него взгляды, и она смотрит такими глазами, вот, ну, залость, ну, что-то вот, слезы у него текут. А добраться до воды не можно, он был, как раз, отлив, и добраться не может до воды. Так мы за хвост ее, нам еще там что-то прыгать, мы за хвост оттащили все-таки водой и поплыла она. Так вот все приятно было, что мы спасли деда. Однажды белый медведь залез на крышу метеостанции. Надежда вместе с собакой едва успели забежать в дом. А муж, Владимир, взял ракетницу и решил отпугнуть и прогнать нарушителя спокойствия. Вот, у вас есть такое впечатление, наверное, осталось на всю жизнь. Вот я стою, вот, ну, вот, вот дома ездят. А он сидит на крыше, на трубе, и дышит. Вот тихание было даже слышно, глядь. А как-то он-то, интересно, и он услышал бурку-то выслышал, его выпорил один раз. Вот и ветер сидел. А потом, он здесь, говорит, вскочил и побежал. А вот я, а он, как будто это, наверное, яхот его испугал. А когда-то вертолет летел, медведь у меня настолько отличный, не знаю, и как он вонул в сторону моря, он, побежаясь на море, закричал, говорит, смотри, медведь убежал, говорит, я прям посмотрю на кем. Какой там, смотри, там вообще его не видно было. Ну, вот такое впечатление было, конечно, вот, ну, когда я в зоопарке этого медведя увидела, я его не видела так-то, потому что я убежала. А медведь увидела в зоопарке, вот эта громадная сеть, почему-то она желтая. Я посмотрела, и этот медведь был, он мог бы съесть. Несмотря на удаленность от населенных пунктов, метеорологи не чувствуют себя одинокими. Здесь люди всегда готовы прийти друг другу на помощь, даже если их разделяют десятки километров. Как-то по весне на Сенгейский шар пришло судно с грузом для метеостанции. Фокусовы вдвоем встречали его. И вот даем представителей, сколько на грузах притаскать, перенести все. Они на печатку выгружили нам, а то нам нужно с водой было сюда поднести. Так у нас седьмого бригады Николай Литков, сын, это председатель общения, он пешком пришел до 7 километров один. Его бригада отпустила в мою помощь. Так мы просто, мы по ним, смотри, кто-то идет, вот и Николашка приходит. И так было радо, что все-таки ребята не забывают, что они здесь. Девять лет они один на один с капризной природой Арктики, которую называют кухней погоды. Здесь готовятся только холодные блюда. Каким будет утро на завтрак и что подадут на обед? Будет это снегопад, гололед или заморозки? Об этом можно только догадываться или почувствовать. Чувствовать дыхание Арктики супруги Фокусовой научились. Утренние сборы несколько подзатянулись. Заправка снегоходов, упаковка и увязка изрядно уменьшившихся запасов отняла время. Напоследок, фото с метеорологами на долгую память. До свидания, Сенгейский. Мы идем на Индигу. По пути следования Александр отстал от колонны. Свернув с маршрута, он погнался за песцом и застрял. Пришлось ждать, пока разыщут и помогут выбраться. Все наконец-то в сборе. Продолжаем движение. Кстати, другой Александр, в отличие от первого, догнал свою добычу, чему очень рад. Ай, совсем настоящий охотник, однако. Но ничего, впереди еще охота на куропаток. Здесь тоже умение потребуется. Посмотрим, у кого глаз зорче. Однако в тундре с голоду не пропадешь, если навыки охотника имеются. В нашей команде все оказались умелыми и с дичью ловко справлялись. На ужин куропатчий супчик будет. На горизонте появились две олених упряжки. Оказывается, тундра пустынной не бывает. Это оленеводы из общины Абседа на стойбище возвращаются. Поздоровались и дальше себе помчались. Красиво бегут олени. Вспомнились сразу слова из песни Калабильде. Ты увидишь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний. Я тебе его дарю. Здесь, на бескрайних просторах тундры, на пути оленьих переходов, всегда есть охотничьи и рыбацкие избушки, двери которых не закрываются на замок. Немало заплутавших туристов и замерзших путников укрыли от вьюг и ненастья эти пристанища. Здесь всегда есть запас дров, сухарей, соли и сахара. Я три ночи ночевал как-то. Привязательно в это же время вузами здесь. Тепи пересекли. Протупил один раз, она нормально щит. Ну да, как русское, считай. Температура была такая же, как сегодня. Пропенили. Дровишки тут стоишь. Спасибо заботливым хозяевам за приют и в добрый путь. Утром вместе со смотрителем маяка Евгением Малыгиным мы отправились с экскурсией на мыс Святой Нос, что в 36 километрах от Индиги. Маяк под названием Чешский установлен на самом краю мыса и служит ориентиром для морских судов в темное время суток. Световой сигнал виден морякам на расстоянии 25 миль. Это чуть более 40 километров. На сегодня я не знаю, в связи с тем, что GPS на каждом судне стоит, да. Но все равно определяться судну, наверное, по маяку гораздо точнее, чем по навигатору. Зажигаем 6 августа. Приедем сюда, зажгу, периодически езжу, смотря. В зимнее время года морские суда здесь не ходят, поэтому маяк отключен. Спасибо нашему смотрителю за экскурсию. Возвращаемся в Индигу. По пути встретили лося, полюбовались еще одним путником тундры и отправились в Освояси. Индига – один из крупных поселков Ненецкого автономного округа. Первопоселенцами здесь в 18 веке были поморы Смезени. Индига находится на побережье Баренцева моря в устье реки с одноименным названием. На ненецком языке звучит как Индьяха – река туманов. В 30-х годах прошлого столетия здесь существовал рыбоконсервный завод. В конце 50-х началось строительство домов для семей оленеводов. Численность населения составляет более 600 человек. В поселке расположена центральная база оленеводческого кооператива «Индигский». В местном клубе об истории поселка и его жителях нам интересно рассказала учительница ненецкого языка Татьяна Юрьевна Давыдова. Сама она родилась в Тиманской тундре и дошкольного возраста кочевала вместе с матерью в составе отряда «Красный чум». «Красный чум» жил в каждой бригаде. Если 9 или не учительских бригад, значит, какое-то время живет в одной бригаде, работает, а в этом «Красном чуме» фельдшер, библиотекарь, киномеханик. Значит, просветительскую работу ведут в одной бригаде. Потом, значит, в следующий этап во всех бригадах мы ездили, кочевали по тундре. У нас была своя баня, летом, я помню, мы всегда смотрели фильмы, сядем на олени и шкоды или на высокие кочки и ждем, смотрим на белый экран и ждем изображения. В 2014 году Татьяна Юрьевна стала победителем окружного конкурса «Учитель года». В этом же году итогом совместной работы Давыдова и ее учеников стала книжка, изданная в Наринмаре со стихами и рассказами на русском и ненецком языках. Я хочу прочитать стихотворение Евгения Сурикова. Женя Суриков учился у нас когда-то в школе, и он написал про Индику стихотворение, это мой ученик. В Индике живу, в милом крае, Индике-поселочке, светлые мгновения ловлю, побережье Баренцева моря, где пришлось родиться и люблю. Напоследок Татьяна Юрьевна исполнила свою песню о маме, которая была рукодельницей. Шила одежду и обувь, умела ловить рыбу, запрягать и управлять оленями. И передала свою любовь к тундре дочери. ПЕСНЯ Побывать в Индике и не сходить на рыбалку было бы непростительной ошибкой. Мы на заливе бурим лунки и погружаемся с головой в увлекательное занятие по вылавливанию наваги и корюшки. Полюбуйтесь на результат. Каков улов? Утро в Индике выдалось ветреным и снежным. После коротких несуетливых сборов наш караван двинулся в путь. Дальнейший маршрут пройдет через Сульские водопады в село Коткино, где сегодня открывается Спартыкиада с заполярного района. Постепенно тундра перешла в лесотундру, и ветер незаметно стих, напоминая о себе лишь на открытых участках. Все-таки велика роль рельефа и растительности на пути ледяного дыхания Арктики. Возле очередной охотничьей избушки нас встречает проводник из Коткино. Коткин Василий. Дальше будем следовать за ним. К водопадам добирались по порожистой реке Сули. Между самым большим порогом, пересекающим реку, сульским подуном и устьем речки Щучья, соответственных берегов свисают замерзшие струи воды, образуя ледяные пещеры и гроты. Чистейшая вода. До Коткино добрались к вечеру. Село старинное, основано так же, как Индиго, мещанами из Мезени в первой половине XIX века. Когда-то здесь проходил почтовый тракт на Ринмар-Архангельск. Сегодня Коткино славится на весь округ не только молоком, сметаной и маслом, которые производит СПК Сула, но еще и межмуниципальной сельской спартакиадой. Количество постоянно проживающих в селе всего 370 человек. Зато в период проведения соревнований, говорят, численность населения увеличивается в два раза. Местные жители величают себя Коткинчанами, то есть продолжателями рода первооткрывателей села братьев Коткиных. Утро в день отъезда выдалось солнечное, на небе не облачко. Последняя точка на нашем маршруте, куда мы заезжаем, находится в 50 километрах от Коткино. Старинное село Великовисочное. Село Великовисочное основано в 1564 году семьями Бараковых, Детятевых и Безумовых, скрывавшихся от преследования царских властей при расколе Русской Церкви. Расположено в 100 километрах от Наринмара, на берегу Печоры. В селе сохранились несколько памятников архитектуры 18-19 веков. В 2006 году построен однокупольный храм святителя Николая Чудотворца. Работает Краевический музей. Численность населения составляет 1600 человек. Когда-то, много-много лет назад, в деревнях, в нашем селе Великовисочные люди жили вот в таких избах. Посмотрите, вот такая в доме, везде стояла печка. Посмотрите на нее внимательно. Называется, называлась она «Русская печь». Такие печи есть не только, конечно, в Великой, не только на Руси, но и в Белоруссии, на Украине, то есть в тех странах, где живут славяне. И еще одна немаловажная достопримечательность села. Мост через речку, который стал еще и символом на гербе муниципального образования Великовисочный сельсовет, как связь между прошлым и настоящим. Вот и закончилось наше путешествие по Малоземельской тундре. Мы возвращаемся в Наринбан. Где-то на горизонте показались и растворились снежной пыли оленьи упряжки. Заискрился снег на льдинах океана и померк. Поманил своим светом маяк и исчез. Донеслось эхо сеанса радиосвязи с метеостанцией и умолкло. Забрезжил огонек от печки в чуме и погас. Неужели все это было сном? Мы вернемся к тебе, Арктика, чтобы вновь, пройдя сквозь жгучий холод, услышать твое нежное дыхание.